Значит так, давайте-ка начнем. Меня зовут Бауржан, я тоже как выпускник Школы Портнова. Сегодняшнюю презентацию я хотел бы по вебинар, так скажем, хочу посвятить тестированию веб-API. Что это за предмет и как это делается. Сегодня будет ручное тестирование, я постараюсь объяснить это, понятно, потому что источников много, но где-то что-то недоговаривают. Значит, давайте вначале я хочу поговорить об архитектуре современных веб-приложений. Ну, веб-приложения это, которые работают в вебе через интернет. Давайте я вам включу свою презентацию небольшую. Так, веб-API. Архитектура, понимание и ручное тестирование. Значит так, вы знаете, вы слышали, что все наши аппликейшены, веб-аппликейшены, которые мы открываем в браузере в частности, состоят из двух частей. Это фронт-энд и бэк-энд. А фронт-энд, вот я достаточно такие красивые картинки, вы знаете, вытащил. Это примерно показывает, как оно работает. Фронт-энд это то, что мы открываем в браузере, то, что бегает у нас непосредственно в Google Chrome или еще где-то, или на телефоне, то, что мы видим. Бэк-энд это вся непосредственная работа, которая выполняется в аппликейшене, она происходит на бэк-энде. Здесь и база данных, здесь и все-все-все-все-все. То есть, но юзер непосредственно производит работу интерактивно с фронт-эндом. Это как бы понятно. Раньше делали монолитные аппликейшены, слитные, очень завязкой, тугой. Сейчас делают по-другому. Именно сделали разделение фронт-энда и бэк-энда, и между ними поставили в веб-аппликейшене. Давайте посмотрим стэк. Стэк это что у нас используется на фронт-энде и на бэк-энде. На фронт-энде у нас используются различные проявления, различные фреймворки, основанные на JavaScript. Естественно, там HTML, естественно, CSS, но всю механику, всю жизнь на фронт-энде осуществляет JavaScript. Обычный JavaScript или Vanilla.js, или он в React, или он в Angular, или в Vue, или он в Backbone, не важно. Все это различные проявления JavaScript. То есть JavaScript собирают в библиотеке для удобства работы, но все равно на фронт-энде правит JavaScript. Что у нас на бэк-энде? На Backbone у нас, вы знаете, Java, допустим, самый распространенный язык на сегодняшний день, такой бэк-эндовский. В основном банки и финансовые институты его очень хорошо используют. C-Sharp тоже. Они, кстати, с C-Sharp и Java, они сами по себе очень похожи. Сейчас живут C, C++, Objective-C. То есть, допустим, у Facebook весь бэк-энд сделан на C++. Да, допустим. Тоже, то есть, многие корпорации, допустим, они используют вот эти клоны языка C до сих пор, и они работают. Node.js Это единственный JavaScript-язык, то есть, это единственный язык, это единственное проявление, когда на бэк-энде используется JavaScript. То есть, Node.js это полностью обычный JavaScript. Go. Go-lang это то, что использует корпорация Google, то есть, достаточно такой распространенный язык на бэк-энде, допустим, контейнеры, кубернетисы, некоторые базы данных, они написаны на Go-land. Swift. Swift это язык Apple, он появился тоже года 3-4 назад. Apple использует у себя в бэк-энде Swift. Очень много разных различных других языков программирования Ruby, Julia, Scala, Perl, Perl, Lumer, уже оно все равно, даже PHP сейчас использует. То есть, стек, который используется на бэк-энде, очень расширен. Это разные языки. Да, я пара Python, забыл сказать. Python это очень новый и такой, ну не новый, но очень модный язык сейчас. Очень хорошо используется. У него такое хорошее, светлое будущее, я так скажу. Так, давайте дальше идем. Что у нас дальше? Вот, секундочку, я хотел бы вот это показать вам слайд. Это архитектура Web Application. Вот, давайте его чуть-чуть внимательно больше на нем остановимся. Почему? Потому что я бы хотел, чтобы вы сейчас меня поняли. Смотрите. Вот эта часть, браузер, где написано, это то, что именно подразвивается в фронт-энд. То есть, у нас есть какой-то веб-сервер, который отдает браузеру фронт-энд, и потом непосредственно в браузере работают фронт-энд аппликейшнеры. То есть, то, что мы видим у себя в окошке браузера. В хроме, в интернет-эксплорере или в Firefox, не важно. Так вот, фронт-энд после этого взаимодействует с VPPI. Нативная аппликейшн. Вот, допустим, я могу Slack открывать непосредственно в браузере, или я могу закачать аппликейшн Slack, который у меня будет на телефоне или на компьютере. И он будет разговаривать с бэк-эндом. Именно с VPPI он напрямую разговаривает. То есть, он не разговаривает через браузер. Нативные аппликейшнеры, которые работают на телефоне и на компьютере, могут непосредственно разговаривать с VPPI. Third party applications. К этому я чуть-чуть позднее вернусь. Как это работает, например, смотрите. Есть такие сервисы, например, погоды, или заказы билетов, или еще что-либо, не важно. Они предоставляют услуги, и они продают только, только, только свой VPPI. Различные пользователи, различные компании могут создавать свой уникальный фронт-энд, и подключаться к платному бэк-энду и получать, допустим, сервисов погоды, погоду. Допустим, погода будет как часть приложения. То есть, third party applications, они могут получать доступ к VPPI и его использовать. Ну и, допустим, четвертое это IoT девайс. У меня дома стоит умный термометр. Он получает... Я могу им управлять со своего компьютера. Но дело в том, что к термометру я подключаюсь непосредственно не через Wi-Fi. Я подключаюсь... Я захожу, логинюс, на сайт разработчика. Туда кидаю настройки. А мой термометр, мой термостат, подключается к сайту и оттуда вотчерпает свои данные. То есть, он не работает непосредственно с компьютером, он работает с VPPI. То есть, идет такая работа. Почему? VPPI сейчас как бы очень хорош, потому что сейчас развиваются очень сильно мобильные устройства. И они используют чуть-чуть другое, чуть-чуть другое количество функционала. И поэтому им не надо то, что можно смотреть в браузер. Допустим, даже наши телевизоры, которые подключаются к YouTube, они подключаются тоже к VPPI YouTube и что-то тянут. То есть, они используют именно VPPI. То есть, давайте поймем, что backend, что VPPI сейчас намеренно разделили с фронт-эндом, потому что к VPPI, помимо фронт-энда привычного, который мы можем открывать в браузерах, могут подключаться и другие аппликейшены. Как то мобильные, нативные, third party аппликейшены, IoT девайсы. То есть, здесь произошло разделение, и теперь это как отдельные части конструктора. То есть, допустим, завтра мы решим поменять дизайн сайта, но это не значит, что мы будем менять backend. Backend останется тем же. Это как plug-and-play, как розетки. Вы высовываете из розетки одно устройство и подключаете другое. И оно также работает, потому что у нас есть интерфейс. Дальше. Что проходит дальше? Видите, я обозначу вот таким штрихом. Это то, где работает backend разработка и как она работает. Вот примерно посмотрите. У нас есть VPPI, это как GTV, как такие ворота. Он может непосредственно сам что-то обрабатывать. Он может запускать какую-то бизнес-логику, а потом связываться с базой данных. Или он может к другому VPPI через бизнес-логику обращаться. Например, сервис заказа гостиницы. Как происходит? Мы ищем гостиницу на сайте, допустим, Hotels.com. Или неважно, на каком, Trevago, whatever, любой сайт. Мы делаем заказ, но дело в том, что этот сайт, он сам ничего не делает. Он получает наш запрос, выдает даты, отправляет на frontend красивую картинку, но сам по себе он не заказывает. У него есть какая-то бизнес-логика. Здесь в датабейсе он содержит юзеры, наши пейменты и все вот это подобное. Но когда он делает непосредственно заказ в гостинице, он обращается к VPPI какого-то большого-большого такого... Или к веб-сайту, к VPPI непосредственно в гостинице он делает запрос. И там оставляет свою резервацию. То есть вы понимаете, что гостиница, Hotels.com, допустим, она по себе ничего не делает. Она просто наш запрос через какую-то бизнес-логику собирает, а реальную резервацию делается в гостинице. Или она делает резервацию, а гостиница только получает уже готовые подтверждения резервирования. Но дело в том, что гостиница должна постоянно сообщать, сколько номеров свободны, свободна ли гостиница, есть ли номера на этот день или на тот день. То есть в интернете, вы поймите, очень много идет связь между VPPI. То есть нету такой, что наш запрос конечный. Я, допустим, работал в IoT-компании. Мы работаем, допустим, мы работали с умными термостатами. Но дело в том, что мы работали с сайтом, который производит термостаты. Плюс мы получали данные с сайтов погоды. Мы им платили, и они нам послали. И мы все вот это объединяли. И когда у клиента, допустим, огромного банка есть 100 филиалов, и он хочет сэкономить денег, он централизованно через наш аппликейшн мог говорить всем термометрам, рабочий день банка начинается в 8 утра, рабочий день заканчивается в 9 вечера, допустим, я образно говоря. В это время я хочу, чтобы было в офисе тепло, такая-то температура. Но, допустим, после этого времени я хочу, чтобы температура больше не поддерживается и было прохладно, потому что я не хочу просто так тратить деньги на электричество. Плюс он говорит, мы вот такого, вот такого числа мы не работаем, это национальный праздник, банк не будет работать. И в этот день я не хочу, чтобы температура в помещении была слишком холодно, слишком жарко, допустим, если про зимнее время мы говорим, или про летнее, чтобы кондишн просто так не работал в выходной день, потому что, извините, людей нет, а ночью и так будет прохладно. То бишь, они на нашем приложении хорошо экономили деньги, централизованно настраивая все термостаты. Но дело в том, что мы непосредственно к термостатам не подключались в наш аппликейшн. Наш аппликейшн делал настройку, делал расписание, но мы работали с веб-апи-ем производителя термостата. То есть в интернете очень часто веб-апи-е разговаривают с другими веб-апи-ами. Разговаривают, но у нас в базе данных хранились все термостаты, и мы хранили их не данные. То есть роль веб-апи-а, он связывает конечного пользователя с базой данных, где хранится информация, или как-то связывает с другими веб-апи-ами. То есть вы должны понимать вот эту архитектуру. Так, следующий слайд чуть-чуть еще раз про бэк-энд. Помимо кода бэйс, то есть именно самого кода, у нас есть база данных, инфраструктура. Инфраструктура – это такое огромное-огромное-огромное понятие. Сейчас многие переносят свою инфраструктуру в клауды, Amazon Web Services или в Ажур, или вот сейчас Google делает свои клауды. То есть сейчас люди переводят свою инфраструктуру в облака, и это, в принципе, такой положительный момент. Ну, в принципе, я с теорией закончил. Я сейчас вам хотел бы показать на практике, как это все работает, чтобы вы видели, как и что. Давайте сейчас я открою наш браузер Chrome, и мы пойдем на какой-нибудь сайт. Допустим, заказ билетов или заказ гостиницы. Давайте посмотрим. Смотрите, ну давайте. aviasales.ru Я в прошлый раз, у меня была аналогичная лекция, я делал ее 12 января, и мы работали с сайтом aviasales.com или ru, неважно. Я просто сейчас aviasales.com. Там просто очень хорошо показана работа front-end и back-end. Смотрите, вообще, это я бы хотел бы, вот честно говоря, выходя из школы Михаила Портнова, чтобы там мы этому обучали, потому что на реальной работе, когда вы приходите, вы должны это делать. Нажимаем F12, это Browser Tools. Вообще, Browser Tools это очень-очень-очень мощный инструмент. Chrome Developer Tools, я извиняюсь, правильно. То есть, здесь есть консоль, где мы смотрим ошибки JavaScript. То есть, если на front-end какие-то ошибки у нас есть, мы будем видеть вот здесь, в этой вкладке консоль. Если это проблемы front-end. Ну, наша главная вкладка будет network. Network показывает связь, все, что мы качаем, то, что браузер качает с веб-сервера. И здесь, в папке network мы выберем XHR. Нам не надо all, потому что, если будет all, будет слишком много мусора. Тут будут различные JavaScript и CSS, что нас абсолютно не интересует. Нас интересуют только запросы к бэк-энду. Давайте сделаем какой-нибудь запрос и, допустим, мы сегодня полетим куда-нибудь. Origin. Давайте мы вылетим из GFK. GFK. Аэропорт Нью-Йорка. Джон Фиджеральд Кеннеди. Куда мы полетим? Вегас. Лас-Вегас. Нью-Джерс. Тьфу, блин, Невада. Нью-Джерс. Значит так, когда? Давайте на 1 апреля, а назад, ну, допустим, 5 апреля. То есть мы на 5 дней, один пассажир эконом-класса. Смотрите, я убираю вот эту галочку Hotels. Я ее уберу. Вперед. Смотрите, что происходит. Пошла жизнь. Пошла жизнь. Вообще, я... Сейчас все фашнеты, особенно после начинающей, селениум тестированием. Тестированием селениума, но я лично, я не фанат. То есть, когда вы делаете тестирование на селениуме, создаете скрипты, во-первых, оно работает медленно. Во-вторых, вы... Оно действительно медленно работает. Во-вторых, так как это фронтенд, и он медленный, он иногда дает ложные ошибки. В-третьих, вы не видите всех ошибок. Допустим, вот здесь, видите, вызов 400, ошибка 400. Если вы тестируете, как говорит Михаил, Blackbox тестирование, вы вот эту ошибку никогда не увидите. Так, давайте теперь по факту разбирать, что здесь происходит. Я вот сдвину вот этот сайт, он нас не очень интересует. Я пойду по коллам. Смотрите. Вы должны знать, как это работает. Давайте первый кол. Первый кол. Requested URL. Это MC Яндекс.ру. Он нас не интересует. Дело в том, что компании ставят себе различные счетчики, чтобы считать, как приходят пользователи, как уходят. Нас этот кол не интересует, потому что он не на наш сайт, с которым мы хотим работать, это какой-то счетчик Яндекс. Я его поэтому проигнорирую. Второй кол очень интересный. Это кол типа get. Смотрите. Когда браузер обращается к эндпоинтам, кстати, бэкэнд можно представить, как различные эндпоинты. Веб API можно представить, как различные вебпоинты. Эндпоинты. У эндпоинта есть, ну давайте скажем, две характеристики, которые нас очень интересуют. Это непосредственно URI, Universal Resource, что-то, URI. И метод. В данном случае метод get. И вот он URI, куда мы отправляем наш запрос. Обратите внимание, так как запрос типа get, в основном в запросах типа get не бывает body. Body это тело запроса. Сейчас чуть-чуть непонятно, но я вам сейчас по трессе в процессе все объясню. Как браузер общается с веб API? Браузер делает к веб API запрос и получает назад какой-то ответ. по-английски запрос это request. То есть, браузер делает request к веб API. Веб API в обратку шлет response ответ. То бишь, браузер разговаривает с бэкэндом путем request и response. у каждого я еще раз повторюсь запроса есть первое. Это именно endpoint. В данном случае смотрите внимательно. www.aviasales.com price matrix и вопросительный знак. В запросах типа get всегда есть параметры. Они обычно начинаются после вот этого вопросительного знака. смотрите, что дальше происходит. Параметры. Смотрите. Параметры, они идут после вопросительного знака и соединяются вот этими значками амперсанда. Если мы прокрутим ниже, мы все параметры увидим здесь. Внизу. Вот она query string parameters. Обычно параметры бывают только в запросах типа get. запомните это. Вот этот весь зоопарк, который здесь идет после вопросительного знака, в основном присущи запросам типа get. Давайте его сейчас я внимательно рассмотрю. То есть запрос можно отправлять в виде параметров, который начинается после вопросительного знака или в телесообщении. так как запросы типа get обычно не используют request body. Хотя я встречал такой вид, когда используют, но это нонсенс на самом деле. Обычно не используют. То есть, еще раз, у нас есть запрос это request и ответ response. вот смотрите здесь все параметры запроса отправляются здесь. а это GFK то есть Destination Las Vegas отправление такого числа амперсанд возврат такого числа. Смотрите дальше. Мы можем это все здесь здесь на сколько дней все здесь увидеть. Need request true. Кстати, это баг. Потому что я убрал здесь hotels. А он на самом деле я так считаю я не разработчик, но я считаю, что вот эта галочка она вот она не трекуешь а я ее убрал если вы помните вначале. Давайте дальше пойдем. Я пока вот это не хочу с вами разбирать. Это куки это out нашего этого. Смотрите дальше. preview а preview это response вот такой response мы получили когда отправился запрос на вот этот endpoint ответ пришел 400 это ошибка. 400 вообще значит бет request. Я не разработчик я не знаю что вот этот ответ значит но я вижу что это ошибка. Как бы эта ошибка здесь на фронт энде не парсится и нам не показывается она образно говоря скрывается возможно это баг. то есть quality assurance инженер увидев вот этот красный 400 он должен спросить вообще должен зафайлить этот баг в систему сказать слушайте у вас вот на этот колл при таких запросах вылазит 400 как всегда вам расскажут фича versus баг то есть будут утверждать что так и должно быть хорошо давайте второй колл посмотрим это запрос типа get запрос типа get мы уже знаем но это мимо кассы какой-то travel payout ском он нас не интересует это не к нашему в пи мы его не мы его не рассматриваем то же самое travel payout какой-то нам это мимо кассы дальше какой-то запрос к aviasales точка ком это запрос метод пост это интереснее потому что get он как бы такой простой 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 метод и я его даже не считаю что его интересно смотреть здесь у нас вот наш полный endpoint request туры url смотрите здесь дальше интересно а у нас есть здесь request payload то есть мы что-то запрашиваем давайте посмотрим этот payload поподробнее я его перевожу в source смотрите здесь два режима так можно посмотреть или в source я его копирую а потом иду вот сюда json онлайн json онлайн editor смотрите я вам еще до конца не объяснил обычно в современных веб приложениях front-end и back-end обмениваются друг с другом запросами в виде json объекта если вы хотите понять что такое json объект это что-то вроде javascript notification бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла вот он json javascript objects notation то есть это объект javascript и как я вам уже показал на слайд презентации у нас на фронт-энде работает в основном javascript и джейсон для джейсон объекты для javascript они нативны то есть мы не хотим слишком давать о фронт-энду много думать мы ему даем такую информацию чтобы ему было легко ее переваривать поэтому мы фронт-энд разговаривает на javascript и джейсон это для него натуральный нативный объект и поэтому он его очень хорошо воспринимает поэтому смотрите я сюда вставляю то что я вытащил из рекуэста нажимаю вправо и влево и вот что я вижу здесь на самом деле как выглядит этот джейсон объект давайте смотреть смотрите что мы видим во первых мы видим я не знаю вы работали с джейсон объектами или нет если не работали я расскажу на самом деле джейсон объект это пара кей и value кей это название это ключ value это какое-то значение но дело в том что в value могут быть другие джейсон объекты то есть это как такая встроена или или могут быть арреи так вот смотрите у нас здесь здесь попадается именно такой арреи видите квадратные скобки и здесь два равноценных объекта которые сидят в арреи на самом деле они равноценные смотрите просто не все поля есть origin name нью-йорк origin джейсон джейсон вы знаете что по атаке классификации каждый аэропорт имеет трехбудки значения джейсон фиджеров кеннеди лас-вегас это какой класс это официальный аэропорт лас-вегаса то есть у нас есть первые это в ту сторону а второй объект это в обратную сторону смотрите дальше то есть мы летим из джейсон в лас-вегас такого-то числа а назад мы летим из лас-вегаса в джейсон такого-то числа пассажир взрослый один children 0 infant 0 дальше а трип класс есть наверное это эконом а говорить по-английски дарек то есть я не хочу через несколько компаний то бишь вот это наш запрос вот этот запрос frontend отправляет бэкэнду то есть в принципе это очень очень все логично смотрите на вот этот url я отправляю вот этот body запрос и метод делаю пост пост я сейчас вам про методы расскажу подробнее но я отправил вот такой запрос request я должен получить какой-то респонс ответ так как код 200 это значит что мой запрос прошел удачно респонс давайте посмотрим респонс бла-бла-бла-бла-бла-бла нам какой-то здесь джейсон пришел я его не буду здесь смотреть я его просто скопирую и отправлю вот сюда вот так удалю старое вставлю новое вправо влево теперь давайте посмотрим более подробнее я подал респонс он примерно в таком же виде отправляет ответ смотрите то есть я так подозреваю первый объект это в ту сторону второй объект это в обратную сторону но дело но дело в том что он чуть-чуть расширил мне первый объект он видите добавил что это страна сша и здесь сша ну чуть-чуть дал больше информации пассажиром оставил одного же класс такой же но здесь он еще вставил близлежащие аэропорты то есть нвс я не знаю это аэропорт в Куинсе Лагвардия здесь я не знаю все остальные EWR это аэропорт в Ньюарке видимо какие-то еще здесь аэропорты которые близлежащие а это скорее всего близлежащие к Лос-Вегус аэропорту то есть допустим если нет он дает опцию до близлежащего так и здесь он мне дает какую-то дальше информацию я ее расшифровывать не знаю как даже но дело в том что я и не разработчик но подразумевается что когда фронтенд направив вот этот реквест и получив вот этот респонс он знает что он получает то есть естественно производитель софтвера он уже ожидает этот респонс и как-то он его вот сюда вставляет но вы наверное видели что во время загрузки у нас вот эти модули появлялись по одному и это где-то 24 секунды шло пока он загружался и по одному вот эти нам выходили модули я так подозреваю что бэкэнд он работает не быстро я вам объясню примерно схему что авиаселс точка ру это какой-то российский агент и естественно он отправляет запросы он сам не делает эти запросы он отправляет запросы к другому веб API и здесь вот это таймгэп и поэтому у нас все не очень быстро работает давайте откроем вот смотрите я очень сильно предполагаю что вот эти следующие запросы каждый соответствует одному вот такому модулю дело в том что я так подозреваю фронтенд сделан на реакте и вот это компонент реакта в реакте есть такое понятие компонент и чтобы заполнить этот компонент в каждую дырочку вот этого компонента мы вставляем данные полученные с бэкэнда давайте сейчас это проверим вот первый 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 этот я открываю запрос типа get то есть смотрите видимо получив вот этот этот назад фронтенд дальше делает следующий запрос смотрите что он выходит это запрос типа get типа get и у него есть search result вот смотрите я вам объяснил вот этот волшебный вопрос то есть до него это endpoint после него это параметр параметр это какой-то будет я так подозреваю плюс какое-то я видимо вот это число оно где-то спрятано вот здесь может быть я не знаю я потому что я еще раз говорю какой-то из этих чисел как-то может оно я не знаю как это работает потому что я не разработчик возможно вот это число здесь спрятано я не знаю ну давайте посмотрим то есть так как запрос типа get я не предвижу что в нашем реквесте будут какие-то данные в реквесте в параметрах есть вот это и вот эта циферка я вам еще про реквест и респонс до конца не рассказал я сейчас расскажу помимо из чего состоит реквест и респонс давайте мы сейчас подробнее пройдем пройдем у нас есть вот этот эндпоинт у нас есть метод статус это я получаю как результат нашей операции с бэкэнда а и у нас есть хэдера а есть у реквеста когда мы подаем реквест у нас есть хэдеры смотрите здесь а у нас хэдер вот такой 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 а и вот они сами хэдеры ацетт ацетт энкодинг я их всех вам не разрисую потому что некоторые генерируются автоматически большинство будет генерироваться автоматически это на уровне инфраструктуры но иногда а можно положить полезную информацию сюда в хэдер я вам покажу чуть-чуть попозже мы столкнемся с колом типа options я покажу как это работает обычно здесь в хэдере есть какой-то unique key возможно вот этот дяденька это и есть unique key на самом деле я так очень подозреваю что когда мы здесь первый запрос дали вот этот кол он назад вот эти наверное отдал я не знаю ну давайте посмотрим так как это запрос типа get у нас у реквеста не будет body у него будут только вот эти два параметра а response давайте посмотрим response я его копирую и вложу его в наш json онлайн я удаляю предыдущее вставляю делаю вправо влево и давайте посмотрим что у нас здесь есть я не знаю что я здесь встречу но давайте посмотрим так 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 я вижу язык английский search id то есть это какой-то гуид уникальный что я вижу что-то я вижу origin нью-йорк он включает вот эти данные он что-то включает включается давайте будем смотреть все и сейчас я найду вам интересную информацию поэтому чуть-чуть подождем так как так возможно он дает вот эту информацию нам пока потому что jetblue update 219 давайте здесь ctrl-t 219 здесь нет значит это не здесь давайте еще раз посмотрим следующий запрос я просто хочу чтобы вы это увидели это запрос типа get он точно такой же я вижу что он search result на genpoint и здесь preview окей что я здесь вижу ага ага так еще вверх секундочку это в принципе все то же самое что я смотрю там в json онлайн а вот интересно вот смотрите клм air france давайте здесь найдем клм air france это наверное он должен быть второй вот jetblue american airlines дело в том что пока мы здесь были у нас чуть-чуть произошло небольшое обновление и видите вместо этого появились апдейты поэтому давайте я сделаю еще раз свежий запрос чтобы у нас уберу этот ход все-таки и сделаю запрос как бы обновлю чтобы у нас было более чисто вот у нас первый ответ jetblue давайте я его все-таки попытаюсь найти я так подозреваю вот это первое это должен быть jetradar нет 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 видишь в рублях интересно нет нет работает давайте скопирую полностью право влево влево здесь может так я вижу что-то есть инфо слишком много информации я не могу вам сказать точно ну давайте сейчас тогда мы сейчас в другом примере посмотрим смотрите дело здесь как бы все понятно просто надо этот полностью парсить я просто вам скажу что каждый вот этот search result несет информацию для одного вот такого бокса мы сейчас это на Udemy зайдем на сайт Udemy я вам покажу то бишь там информации поменьше здесь слишком много информации то есть он будет вставлять сюда одну цену сюда другую цену сюда одно время сюда другое время то есть каждый вот этот бокс будет заполнен из этого payload который мы в респонсе получим давайте действительно сделаем второй урок второй это Udemy там поменьше на Udemy.com зайдем и сделаем поиск какого-то урока допустим c-shark c-shark я напишу мы делаем поиск смотрите вышли вот они курсы давайте посмотрим что у нас здесь в колах дело в том я еще раз обращу ваше внимание что я не сделал не если я сделаю здесь приходят и картинки и что хочешь нас это не интересует нас интересует только exit чаркова значит так первый запрос c-sharp это неудобно неудобно это давайте какой-то c-sharp потому что он вот этот значок будет делать давайте java напишу java сделаю здесь почище сделаю search по java давайте посмотрим что у нас здесь вот здесь первый идет запрос типа get я даже видите здесь вижу в url запрос типа get на api endpoint вот на вот этот вопрос дальше идут параметры в параметрах идет я не знаю что значит укв и вопрос java значит так запрос и по get в респонсе у нас выходит вот такая интересная вот такой интересный пилот я его сейчас копирую идем опять на json онлайн json онлайн editor я удаляю здесь что мы сделали делаю вправо влево и посмотрим что у нас нашлось 1415 курсов он выводит первые 20 давайте открою я первый самый и открою здесь то есть смотрите я как говорил информация соответствует 1415 курсов содержит java вот он 1415 первый курс вот он java программе мастер класс software developer all levels байтин бучалка давайте искать давайте проверим соответствует ли то что я говорю вот курс 0 он нам возвращает array из 21 курсов ну как югеми смотрите если мы здесь посмотрим вот он array начинается квадратная скобка а здесь идут вот вот один курс смотрите а даже да вот один курс давайте рассмотрим этот один курс я его даже здесь как-то вот так сделаю смотрите его вот так поставлю а сюда поставлю вот этого тим обучалку чтобы вы его отсюда видели а здесь я расширю максимально даже закрою чтобы вы здесь видели здесь вы слышите какая реклама выглядела ужасно ужасно как ее спрятать у нас здесь вот так ее закрыть если все равно от этого окна ничего не стало ну ладно смотрите откроем первый курс что мы здесь видим java programming мастер класс название курса java programming мастер класс то есть я еще раз скажу вот здесь компонент react или angular и мы в этот компонент начинаем в поле title мы вставляем вот это поле url мы ничего не вставляем просто нажимая на этот линк мы попадаем вот на этот url is paid true платный видимо да visible instructors и здесь идет array visible instructors я не знаю что это значит visible instructors но java python android шарп don't java name team бучалка team display name team бучалка вот он получил то есть еще раз давайте я вам примерно объясню еще раз вот в этом пилоде который мы получили в респонсе содержится 20 одинаковых объектов вот в этом array из 20 и каждое поле каждый объект нужен для того чтобы заполнить вот этот компонент реактор или англ я не знаю на чем здесь написано и таких здесь курсов 20 то есть каждый объект в этом java скрипте нужен для того чтобы заполнить смотрите дальше сейчас вы более менее подошли к пониманию как работает взаимодействие фронтенда и бэкэнда оно идет при помощи колов кэндпоинтам колы сейчас колы открою на полную страницу колов кэндпоинтам эти колы кэндпоинтам мы можем проследить в строке network в строке в вкладке в network chrome developer tools в вкладке мы делаем фильтр по xx чек я еще раз здесь поиск сделаю нюня java допустим а сделаю python допустим чтобы инициировать новый колы то есть мы делаем еще раз видите 1680 мы разговариваем с бэкэндом через колы кол состоит из рекуэста это тот запрос который мы отправляем и респонсор то что мы получаем каждый рекуэст имеет адрес и имеет метод также имеет хеддеры и в зависимости от метода еще имеет body назад мы можем получать то же самое давайте смотрите вы слышали инструмент постман мы сделаем вот этот же самый кол постман он может не получиться потому что у них обычно может быть защита я сейчас вам объясню для чего и как и почему вот он мой постман постман это самый такой сильный самый распространенный инструмент для мануального тестирования веб API давайте я сделаю запрос типа get в постман то есть смотрите я здесь выбираю вот я вот в принципе вот это и ожидал то есть людьми запрещает доступ к своему веб API если он делается не с их фронтенда чтобы мне симулировать полностью доступ я должен вот эти куки вот эти ключи вот эти все данные полностью скопировать из браузера вставить в постман и тогда мой кол пройдет и то не факт потому что еще есть защита на уровне инфраструктуры корс который запрещает обращаться к API если вы делаете запрос не с сайта поэтому давайте я постман все таки тогда отложу просто когда вы будете работать непосредственно в компании у вас будет доступ вы будете тестировать веб API при помощи постмена вы можете создавать запросы получать ответы создавать реквесты получать респонсы и сравнивать респонс между actual и expected то есть когда мы даем вот такой запрос мы ожидаем получить вот такой ответ actual и expected значит так давайте посмотрим я сейчас небольшое отступление сделаю расскажу расскажу вам про методы вот этот request метод сейчас секундочку вот это пост get post пост get get post post get 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 post смотрите основной запрос когда мы получаем информацию это запросы типа get мы просто получаем даже когда мы делаем search мы отправляем наш запрос обычно вот здесь после вопросительного знака мы отправляем наш запрос и то что мы хотим спросить пишем вот в этих параметрах видите здесь иногда мы делаем запрос в посте так давайте чуть-чуть я еще раз отклонюсь назад и расскажу про крат есть такое понятие крат вы может быть слышали или нет я вам расскажу крат то есть когда вы работаете с данными вы всегда над данными можете проделать четыре операции create read update и delete четыре основные операции которые вы можете делать с данными когда вы работаете с датабейсами с базами данных что вы можете сделать вы можете создать новую запись create вы можете получить запись прочитать это read вы можете обновить запись update вы можете удалить запись это delete а когда вы создаете юзера в системе вы можете создать юзера вы можете изменить юзера вы можете так создать изменить прочитать юзера и вы можете удалить юзера то есть вы выполняете четыре операции крат когда мы работаем с веб API используются те же четыре операции но в контексте веб API они чуть-чуть звучат по-другому то есть create обычно у нас пост то есть когда мы делаем операцию create допустим создать юзера в системе самое такое обычное или добавить собаку в базу данных собак это операция типа пост когда мы хотим получить информацию это операция read или get когда мы хотим обновить данные это операция типа put она обновляет и когда мы хотим удалить это delete кстати delete кажется везде используется в SQL и везде delete это операция есть еще некоторые другие методы например patch он не полностью обновляет он подобно путу но не полностью обновляет он обновляет частично есть метод типа options options интересный метод я его похожий потом время будет расскажу давайте идем дальше 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 но запомните веб веб дела все запросы мы можем передавать через пост он такой достаточно универсальный потому что во первых у него он более защищенный потому что он может передавать запросы не в строке как у кетта он может через базу а потом он он может возвращать более большие объекты то есть а на самом деле я видел в ппи которые целиком состоят из постов у них даже на кет везде пост используется потому что пост наиболее сильный и наиболее сильный и наиболее наиболее такой гибкий из всех методов то есть вы можете получать информацию постом даже удалять информацию вы можете через пост а обретите через пост из создавать через достаточно такую универсальными теперь когда вы получили примерное знание как работать а как работать с web api через используя chrome девелопер на самом деле chrome девелопер очень мощный инструмент мы здесь видим как фронт энд и бэк энд обмениваются информацией это то что касается браузеров но когда идет о мобильных приложениях мы так не так всесильны на чтобы перехватывать трафик мы там используем интересные тулы допустим как вар шар допустим или какие-то сетевые сниферы типа чарльз прокси но сейчас это не тема нашего разговора на тема нашего разговора именно работа с веб аппликейшенами и этим теперь давайте сейчас я вам хочу показать визуальную версию веб аппликей а называется это свагер я закрою хром девелопер тулс спасибо ему но мы с ним сегодня закончили так 12 смотрите это визуализация веб аппликей то есть чтобы веб аппликей нормально компания свагер использует вот такой инструмент сейчас все больше и больше компаний используют свагер и допустим в следующем версии .net свагер идет как уже стандартное средство для тестирования веб аппликей я вижу амазон веб сервисе в своих ламбдах тоже начинает использовать свагер посеместно то есть свагер нужен для визуализации веб аппликей давайте посмотрим как это работает здесь последняя версия свагера она достаточно такая интересная сильная расширенная а вот о том что я вам говорил это методы это инпоинты они показаны здесь а компания свагер специально сделала такой тестовый магазин подсор там есть и другие ребята когда я делал 12 января первую такую лекцию они нашли еще другие магазины подобные свагер но я не буду слишком много увлекаться я просто вам расскажу о вот этом свагере свагер визуализирует веб аппликей здесь мы можем посмотреть методы как она работает здесь небольшая симуляция магазина домашних животных смотрите первое эндпоинты вот допустим у нас на самом деле эндпоинт когда он имеет другой метод это уже отдельный эндпоинт поэтому даже если этот эндпоинт он идет но у него метод пост и пет метод это два разных эндпоинта давайте удавили новую версию смотрите где то так 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 смотрите давайте получим get find by status начнем с get write здесь идет первое описание и параметры какие используются status string здесь а коды возврата то есть когда операция исполняется успешно она вернется 200 если операция неудачна она вернется 400 давайте tryout сделаем не будем много разговаривать смотрите я делаю запрос find by status статус я выбираю available а он сейчас я вас execute делаю смотрите внимательно что произойдет так как это запрос типа get а вот этот available отправиться на backend в виде параметра посмотрите а вот наша строка а который я отправляю http pet store swagger io find by status то есть наш endpoint вот это называется base url то что идет до а вот этого места а вот здесь endpoint наши то есть вот отсюда это base url отсюда идет уже непосредственно как бы так как запрос типа get мы отправляем после вопросительного знака параметры здесь у нас параметр available давайте сейчас я сделаю я скопирую этот запрос а так как это тестовый мы откроем postman я теперь наконец-то покажу как это работает постмане я постмане пишу url которое собираюсь тестировать ставку get выбираем метод смотрите сколько их на самом деле много ну я выбираю get и посылаю запрос я получаю вот такой интересный 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 ответ если сравнить здесь я получу точно так а смотрите я вам раньше когда это в до сейчас время так скажем раньше frontend и backend обменивались между собой не джейсон объектами они обменивались xml и здесь как раз такой таки пример когда мне response видишь response body пришел в виде xml объекта то есть frontend раньше использовал вот эту информацию для того чтобы рисовать frontend он использовал информацию вот в таком xml файле я в самом начале не выбрал поэтому у меня он вернулся по умолчанию в xml если я выберу сейчас json и сделаю execute ко мне придет назад видите работает долго потому что очень большой объект большая база данных мне пришел джейсон респонс посмотрите внимательно а респонс возвращается в виде рээ тут здесь так в описании что так написано что рэй будет в виде рээ из вот таких объектов давайте этот объект скопируем мы здесь более наглядно джейсон онлайн эдитор я его посмотрю мне нравится онлайн он светлый красивый смотрите у нас есть какой-то key id какая-то категория какое-то имя какое-то фотография но здесь ее нету и какие-то таги вот такой объект нам возвращается смотрите это очень много животных поэтому пришло очень много ответов давайте я почищу и начну я показал как get теперь смотрите add new pet to the store понятно добавить новое животное как я вам сказал пост это обычно create мы создаем новый объект давайте попробуем а вот здесь нам представлена request payload вот он request payload давайте сделаем вот так собаку назовем small p о стоп tryout я извиняюсь смотрите tryout здесь он мне предлагает так как запрос типа пост он мне предлагает ввести request body request payload я ввожу вот у нас у меня уже образец этого body есть давайте я дам какое-то название Snoop Dog ищейка Snoop Dog а ну возможно я такой не есть оригинальный кто-то уже дал сундук давайте чтобы наша собака была очень-очень-очень уникальна я дам вот такой номер 333 теперь айди чтобы быть тоже уникальным давайте дадим ей 5 5 5 5 8 8 8 8 так остальное статус статус что я здесь хочу Это наш реквест Он в виде джейсона Я могу выбрать в виде экс-эмейля Но я не хочу, потому что Не хочу вам мозг выносить Ответ я хочу тоже увидеть В виде джейсона Теперь нажимая клавишу Execute Я создаю реальный Call на вот этот Endpoint Давайте А, кстати Давайте Будем это Снупдог Вот этого Снупдога нашего Известного товарища Я возьму какую-нибудь картинку Он же тоже Снупдог Вот такой веселый чел Я делаю копии Копии, копии, копии Мич адрес Потом я проверю, что она Открывается Она открывается И я говорю Давайте-ка вот сюда Вот в этот Payload Photo URL Я вставляю Вот в этот String А вот этот URL вставляю Чтобы вдруг Он у нас как-то Высветился Хотя у нас фронтенда нету У нас эта фотография Нигде не вылезет Но все равно Будем последовательно И теперь я делаю Execute Смотрите, что у меня Пришло в ответ В ответ у меня пришло Что? ResponseBody И вот такой ResponseBody Пришло Обычно Когда вы делаете Реквест Backend Спрашивает У фронтенда Что вы хотите Чтобы я вернул Они говорят Ну верни тот же самый Нам объект Если все удачно У меня Прошел Вызов Код Пришел Статус Код 200 Вот это заголовки ResponseHeaders А здесь RequestHeaders У меня нет То есть смотрите Создалась какая-то Собака 555 888ID Давайте я сейчас Проверю Есть ли у меня В базе данных Это собака Я буду делать Поиск по ID Вот смотрите У нас есть здесь Call Называется GetById То есть я Хочу Вытащить Собаку По ID Давайте Трайл Сделаем Так как Это Запрос Get Он просит У меня В виде параметра Вставить Восьмер Вот этот ID Запрос Будет выглядеть Pet Pet Slash И без Calibrate Без Сигурных Скобок У меня Будет Вот этот ID А ответ Я хочу Видеть Джейсена Я делаю Execute А смотрите Что мне Вернулось Мне вернулось Snoodog 333 Вы понимаете Что это Очень уникальное Имя Которое Я создал Здесь И здесь Я из базы Данных Получил Ответ Давайте Я повторю Этот опыт В Postman И Мы увидим Что это Не Обман О Sorry Так 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 Ctrl Z Я Извиняюсь Ctrl Z Pet И Здесь Я вставляю ID 555 888 Запрос Типа Get But Not Я делаю Send Мне пришел В ответ 200 Посмотрите Статус Мой 200 Столько Секунд Столько Байт И Вот Здесь Мне Пришла Наша Наша Собака Которую Мы Добавили В Предыдущем Холе То есть Мы Наша Задача Тестирования Чтобы Сравнить Expected И Actual Мы Ожидали Вот Этот Пейлот Мы Его И Получили Теперь Давайте Чуть Чуть Вам Дам Глубже Механику Дело В том Что Когда Frontend И Backend Обмениваются Между Собой Данными Эти Данные Называются Модели Вот Модели Давайте Зайдем В Пэт Модели Пэт Здесь Смотрите Модель Какая Здесь Модель Как бы Универсальная Мы Можем Ее В любом Языке Программирование Использовать Смотрите ID Это Integer То есть Это Какое Число Которое Подчиняется Правилам IN64 Категория Категория Это Какой То Объект Типа Категория У нас Здесь Есть Категории То Есть Это Какой То Сложный Класс Типа Категория Я Сейчас Вот он Вот он Этот объект Когда я Создавал На самом Деле Для всех Собак Для всех Пэтов Модель Вот эта Одна Она Универсальная Она На отправке И на приеме Категория Вот она Категория Это Вот такой Объект Который Состоит Из ID И Из Name Смотрите Категория Это Объект Который Состоит Из ID Из Имя Это Какой То Класс Name Это String Name Собаки Photo URL Это Вот Такой Array Видите Квадратные Скобки Подразумают Что Это Array И Какой То Стринговый URL Tag Это Какой То Array Из Тегов А Tag Это Вот Такой Объект Который Состоит Из ID Name Статус Помните У нас Собака Имеет Статуса Три Вида Когда Я Сделал Первый Get Available Pending And Sold Собака Доступна Статус Непонятен Собака Продана То Здесь То Есть Вот Эта Модель Разработчики Фронта И Бэкэнда Договариваются Какая Будет Модель Обычно Бэкэнд Подстраивается Под Фронтэнд И Так Как На Фронтэнде Мы Не Хотим Что Производились Какие То Вычисления И в шава скрипке Это делать Неудобно Бэкэнд Посылает Именно То Что Хочет Видеть Фронтэнд Фронтэнд Просто Получает Пейлот Пейлот Это Информация Вот Этот Жестный Объект Пейлот С бэкэнда И Просто Вставляет Его В нужные В нужные В нужные Места В шаблоне И Все Так То Здесь Обговаривается Модель Теперь Чуть Чуть Дальше Чуть 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 Дальше А В Принципе Вот Здесь Update Я Хочу Обновить Название Имя Нашей Собаки Давайте Сделаем Трайф Смотрите Я Отсюда Скопирую Вот Этот Пейлот Да На Сам Деле Я Даже Мог Не Копировать А Я Просто Могу Взять И Сказать ID 555 888 Я Хочу Изменить Имя Со Снупи Дога На Доги 999 Лечит Лечит Я Хочу Вот Такое Имя И Фотографию Убрать О Я Извиняюсь Я Вот Здесь Не Поставил Я Вот Так Сделаю Чтоб Нам Опять У нас Вернулся Хочу Я Получил Вот Это То есть Нам Вернулся В ответ А Респонс Что Имя Изменено На Глоге 999 А Байзовый 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 У нас Еще Могут Возвращаться Ошибки 400 Если Я Сюда Непонятное Что То Ставлю 404 Если Собака Не Найдена И 405 Если Что То Не То Смотрите Давайте Я Вам Покажу Ошибки А Я Сейчас До Ошибок Дойду Давайте Для Начала Я Изменил Имя Давайте Посмотрим Я Сделаю Запрос Типа Гет К Этой Же Собаки Гет 555 888 Вернуть Ответ В виде Джейсона И Вы Видите Имя Собаки Со Снук Дога Изменилось На Гудоге 9999 Теперь Давайте Я Покажу Об Ошибках Вот Здесь Очень Интересное Место Это Ошибки То Вашу Задачу Как Тестировщика Веп API Вы Должны Протестировать Что В Случае Неправильного Контролируемого Неправильного Запроса Endpoint Правильно Захендлит Ошибку И Даст Правильный Респонс Здесь У нас Ошибка Первая 400 Invalid ID Supply Давайте Попробуем У Нас Ожидается ID 555 888 А если Я не 555 888 А ставлю Сюда Цифру k То есть Как бы Здесь Подразумевается Что я должен Integer Отправить А если Я подставлю Сюда k Я не знаю Что это Я сюда Отправляю Но давайте Отправим Посмотрим Вот Ошибка Вышла Ожидаемая 400 Bad Request То есть Когда Я Сделал Massup С ID Он Мне Выдал Bad Request Ожидаемая Ошибка То есть Я Получил Правильный Expected Result И Actual Result У меня Совпадает То есть Я Когда Massup Делаю С ID Я Получаю То Что Я Должен Получать То То Понимаете Нашим Впи Могут Пользоваться Не Только Наши Front Но Как Я Показал Все Патри Application Если Они Вот Такой Неправильный Запрос Сделают Они Получат Вот Такой Ответ Что Вы Сделали Неправильный Запрос В ID Теперь Давайте Сделаем Здесь У нас Интеджер Будет Но Мы Сделаем Запрос К Несуществующей Собаке Я Очень Уверен Что Вот Этой Собаки Нет С Таким ID Давайте Я Сделаю Запрос Я Сделал Зап А Давайте Я Сразу Вот Так Сделал И Сделал Запрос Ух Ты Такая Собака Такая Собака Почему О Я Извиняюсь Я Сдел Правильно Или Неправильно Что Она Сделала Она Мне Создала Эту Собаку Хотя Она Не должна Была Ее Найти Она Мне Создала Потому Что Я Получил 588 Я Вот Так Сделал А Доги Не 9 9 9 А Сюда Еще 6 Посмотрим Что Получится Все Равно Он Создает Собаку Он Не Должен Найти Эту Собаку Он Должен Не 404 Видимо Какой То Бак То Есть Я Вожу Несуществующий ID И Мне Здесь Должен В ответ Прийти 404 То Есть Это Бак То Вы Смело Можете Сказать Что На Несуществующий Запрос Несуществующий Собаке Он Мне Возвращает 200 Хотя Должен 404 Возвращать А Теперь Что Такое Validation Exception То Если Я Сделаю Mass Up Вот С этой Схемой Он Должен Мне 405 Давайте Вместо Стринга Я Сюда Интеджер Отправлю Давайте Посмотрим Что Я Получу Он Перевел Видите Он Засунул Мои Четыре Четверки В Этот Ну давайте Вместо Available Я Такой Овале Отправлю Попробуем Опять Лезть Он Съел Мои ошибки Это Неправильно То есть Давайте Я Вместо Статуса Не Стринга Сделаю Опять Съел То есть Здесь Он Должен Сломаться И Даже Здесь Не Сломался Так Давайте Вместо ID 0 Я Отправлю Вот Сюда Какую То Стрингу Я Какой То Такой Стринг Это Стринкер В кавычках Все Равно Он Прохавал То То Он Достаточно Стойкий И Я Не Могу Подтвердить Что Я 405 Получил То Есть Об Этому Работа Тестировщика Есть Если Вы Ведете Какое То Действие Вы Должны Какой То Экспект Резал Получить Я Экспект Резал Здесь Не Могу Я Хочу Сломать И Получить Вот Это 405 Но У Меня Работает Только 400 404 405 Я Не Получил То Как Тестировщик В Я Могу Смело Здесь Файлить Два Бага Так Давайте Дальше Посмотрим Товиш Свагер Это Современная Система Давайте Удалю Собаку Длит Самые Простые Реквесты Самые Простые Тут Нету Ни Бади Тут Нету Ничего Он Просит Меня Поставить Только Айди Собаки Которые Я Хочу Удалить У нас Три Пятерки Три Восьмерки И Чуть У нас Даже В ответ Не Приходит Никакого Тела Сообщения У нас В ответ Пришло 200 Что Собака Удалена На самом Деле Здесь 200 Это Недостаточно Хороший Ответ Это Вообще Нехороший Ответ Давайте Вот Смотрите Я Хочу Здесь Инвалид ID Supply Давайте Проверим Что Если Я В ID Какой Нибудь Вот Такой Мусор Ставлю Он У меня Не Сработает Он У меня Даже Здесь Пустил Дает Давайте Я Дам Несуществующую Собаку Вот Вот Здесь 404 Сработало То есть Я Вел ID Какой-то 55 Не Три Пятерки А Две Пятерки Три Восьмерки И Сказал Удалите Мне Эту Собаку Он Мне Говорит Слушай Друг Такой Собаки Нет То есть Здесь Сработало Порядочно Давайте Я Вот Это ID Возьму 55 При Восьмерке И Попробую Его Удалить Вначале Я Сделаю Get Подождите Я Вначале Его Get Сделаю И Посмотрю Создалась Такая Собака Или Нет Ctrl V Да Такая Собака У нас Создалась Видите Dogi 6 То есть Когда Я Делал Исправить Существующую Собаку Вместо 404 Она Создала Новую Собаку Ответила 200 То есть Это Явно Стопроцентный Бак Давайте Почистим И удалю Эту Собаку С Этим ID Давайте Закрою Что-то Я Открыл Слишком Много Всего Я Удалю Вот Эту Собаку Смотрите Execute Я Получил 200 Собак Удалена Здесь Коды Меня Смущает Как Тестировщик Вы Должны Знать Коды Давайте Я Вам HTTP Responses Responses Codes Давайте Посмотрим Есть соглашения Какие и где используются Кода Обычно Кода на 200 Это успешное Завершение Операции Так вот Когда мы Добавляем Собаку Вот здесь Одни WPAPI Допустим 209 209 209 Когда вы сделали Удаление Да Желательно Возвращать 204 Допустим Когда вы сделали Обновление Тоже Ну Там Возвращаются Объекты Можно 200 Сделать Что Нормально Пост Без Авторизации Вы в интернете Навряд ли Найдете То есть Все пути Кроме Гета Обычно Пародируют А даже Гет защищают При помощи Корса Корс Это Кросс Сайт Там Что-то Что-то Чтобы Нельзя Было Получить Доступ Гету Без Разрешения То-бишь Только Вот такой Учебный API Который Допустим Свагер Создали Чтобы Люди Могли Изучать Как им Пользоваться Содержит Вот такие Методы Как Пост Пут И Делит В других Местах Я не думаю Что вы Где-то Это Найдете Так Что у нас Здесь еще По кодам То есть Ошибок Кодов Очень много А 500 Это ошибка Сервиса Серверов Это Когда Произошла Праг 400 Это ошибки Когда вы Что-то Неправильно Обрабатываете Вы Отправляете 500 Это уже Не ваши Это ошибки Инфраструктуры То-есть Сломалось Где-то В другом месте Поэтому Ваш Впи Который Вы Тестируете Он должен Соответствовать Он должен Соответствовать Вот Этим Кодам Кодам Которые Мы Используем Ну Соответствовать Согласно Правилам Респонсы Должны Кодам Соответствовать В принципе Ребят Какие-то Вопросы Есть Я Что-то У меня Смолчит Полностью Полностью Группа Скайпа Всем Все Понятно Если Есть Какие-то Вопросы Давайте Спрашивайте Я Как бы Со своей Стороны Хорошо Продвинулся Хорошо Все Рассказал Есть Вопросы Все Молчат Всем Хорошо Давайте Я Слушаю Так Проект Понятно Хорошо Пута Спасибо Давайте Я Чуть Пока Послаю Расспросы Я Вам Скажу Что Когда Вы Придете На Нормальную Контору Где Вы Будете Тестировать Нормальные Аппликейшены Я Вам Скажу Что Команда Будет Ожидать Что Вы Знаете Chrome Developers Tools И Вы Можете С ним Работать А Здесь Не Важно Вот К Этому Свагеру Смотрите Мобильное Ли Приложение Или Давайте Я Сейчас Еще Раз Чуть Объясню Еще Раз Открою Мое Слайд Шоу Открою Вот Этот Слайд Его Вам Покажу Я Сейчас Чтобы Вы До Конца Этот Момент Прочувствовали Я Открою Вот Этот Слайд 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 Не Не Важно То Есть В В АП 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 Которые Я Вам Сейчас Показал Визуально На Свагере Абсолютно Фиолетово Кто К Нему Подключается Подключается Если Вы А 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 Или Федпати Аппликейшн Да Я Сделаю Запись Вы Ее Посмотрите А Вот Веб АП А Абсолютно Фиолетово Кто К Нему Подключается То Веб АП А Он Живет Сам По Себе Тестировщик Веб АП А Он Берет Postman Допустим И Делает Тестирование Именно Эндпоинт В чем Происходит Давайте Я вам Расскажу Примерно Алгоритм Тестировщика Допустим Я Лично Занимаюсь Тем Что Я Автоматизирую Тестирование Веб АП А Как Я Делаю Допустим Я работаю Вот с этими же Крат Операциями Допустим Юзер Свою Создать Юзера А Исправить Юзера Удалить Юзера Получить Юзера Вот у меня Вот такая Юзер Свою Допустим Создать Юзера Первый Кол Это Кол Типа Пост Как Это Работает То есть Я Работаю Ну Мой язык Программирования Моя команда Работает На Си Шарпе И Мой язык Программирования Си Шарп То есть Я Подключаюсь Я Работаю В одном То есть В моем Солюшене В Си Шарпе Я Подключаю К себе Да А Сейчас Сейчас Мы дойдем Хорошо Хорошо Сейчас Ну Сфагером Более Наглядно Ну Хорошо Давайте Я вам Сейчас Сначала Расскажу О Алгоритме Как Реально Я Работаю То есть Автоматически У Моих Девелоперов Есть Отдельная Папка Где Они Хранят Модели Модели Я Вам Здесь Показал Вот Они Модели Это Такие Объекты Си Шарпа Которые Состоят Из Только Проперти И Они Описывают Допустим Вот Вот Этот Объект Это Модель Которая Обменивается Между собой Frontend И Backend Когда Я создаю Юзера Я создаю Эту Модель У себя В C-Sharp И С этой Модели Я создаю Какой-то Объект А Потом Этот Объект В C-Sharp Я Отправляю Я Его Создаю Очень 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 Рандом То есть Я Даю Случайно Обычно Кстати Ребят Запомните В обычной Жизни ID Мы Никогда Не посылаем С Frontend ID Он Генерируется Где-то В базе Данных Автоматически Просто Запомните Я Делаю Какой-то Рандомный Юзер Нейм Рандомный Стринг Класс Нейм Рандомный Емейл Рандомный Телефон Рандомный Пароль Я Отправляю Этот Пайлот Эту Модель Этот Пайлот На На Вот Этот Эндпоинт Потом Моя Программа Подключается К базе Данных Я Нахожу По ID Этот Объект В базе Данных И Вытаскиваю Его А потом Я Осертую Я Сравниваю Совпадает Ли Фестный Мластный Это Это То есть Я Мой Экспект Мое Ожидание Что в Базе Данных Когда Первое Первое Я должен Проверить Попал ли Объект В базу Данных Если Я Его Нахожу В базе Данных Я Начинаю Сравнение То Что Я Отправил И То Что Село В базе Данных Если Все Совпадает Мой Тест Пройден Если Допустим Телефонный Номер Не Совпал Мой Тест Фейлится Потому Что Web API Недостоверно Передал Данные В базу Данных Но На самом Деле Я Еще раз Открою Вот Этот Слайд На самом Деле У Между В В Базой Данных У Меня Состоит Какая-то Бизнес Логика Которая Может Некоторые Данные Менять Но Для Меня Это Фиолетово Я Беру Отправляю Сюда На В В Запрос А Вот Здесь В базе Данных Это Как Мой Конечный Результат Я Проверяю Результат Здесь И Если У Меня Все Совпадает Тест Пройден Если У Меня В Процессе Что-то Теряется Значит Где-то Или Здесь Сломалось Или Здесь Сломалось Или Здесь Сломалось Где-то В пути У Меня Сломалось Это Запрос Типа Create User Дальше Запрос Типа Get User Я Проверяю Endpoint Типа Get Как Это Делается Я Создаю Тестовую Запись В базе Данных И Ложу Ее Напрямую В базу Данных Сюда Потом Я Делаю Call Postman К Веб API Проверяю Handpoint Сейчас Я Покажу Handpoint Типа Get Get User By User Name Допустим Или Get User By Ну Тут Только By User Name Я Делаю Get Мне Возвращается Вот Какой-то Вот Такой Объект Дальше Я Проверяю Совпадает ли Объект В базе Данных И тот Объект Который Я Получил Из Web API Если Они Совпадают Значит Test Test Не Совпадают Значит Test Тест То же Самое В Мануальном Тестировании Если У вас Есть Доступ Базе Данных Вы Всегда Можете Делать Проверку Против Базы Данных То есть Ваш Источник Правда Это База Данных Web API Бизнес Логика Это Все Только Проводники Они Должны Доставить Информацию В Базу Данных То Есть Автоматический Или тест Или Он Ручной Нам Надо Проверить Что Наш Web API И вся Логика Которая Стоит За ним Достоверно Передал Отсюда В ту Сторон Или Оттуда Сюда И Самое Главное Ребят Самое Главное Надо Чистить Базу Данных То есть Когда Вы Прошли Тест И Неважно Зафейлился Он Или За Это Вы Должны Удалять Объект Из Базы Данных То Когда Вы Креатер Юзера Вы Создали Объект Базы Данных По Окончании Теста Вы Должны Почистить Этот Объект Из Базы Данных Потому Что Если Вы Будете Креатер Юзеров Кучами Они Соответственно Там Будут Накапливаться И Это Не Есть Правильно Там Кто Спрашивал Сейчас Идет Запись По Окончанию Курса Я Обработаю Записи Где-то Часа Через Три Четыре Она Будет Уже Доступна В Эту Группу В Скайпе Я Положу Линк То То Есть Алгоритм На Put Первое Я Создаю Объект В Базе Данных Второе Я Создаю Тестовый Объект Здесь С тем Же ID Но С другим Именем Фамилией И Другими Данными Дальше Я Иду На Endpoint Put И Отправляю Туда Новую Собаку Нового Юзера Не важно С Измененными Данными Дальше Я Иду В Базу Данных И Вытаскиваю Этот Измененный Объект И Сравниваю Его С Моим Измененным Объектом То Есть Цель Моего Теста Проверить Что Мой Измененный Объект Сел Правильно В Базу Данных Это Правильный Путь Но Иногда У вас Не будет Доступа К Базе Данных Тогда Вам Придется Все Тестировать Через Веп АПИ Что Не Есть Правильно Что Есть Очень Ну Не Очень Неправильно Но Это Не Есть Правильно Я Сейчас Объясню Допустим Допустим У вас Нет Доступа В Базе Данных Тогда Вы Что Делаете Вы Через Пост Создаете Объект А Через Гет Вы Его Получаете И Сравниваете Что Вы Отправили На Пост Допустим Это Мы Тестируем Пост И Гет Креет И Рид Но Если Что То Сломалось Я Не Могу Сказать Вам Точно Сломалось Ли В Посте Или Сломалось Ли В Гете И Потом По Окончании Теста Я Должен И Делит И Чистить Этот Объект Из Делита То Есть Правильный Метод Как Я Рассказал В Первом Случае Когда Я Создаю И Работаю Напрямую С Работать Через Это Но Ребят Свагер Это Роскошь Не Все Команды Ставят Свагер Потому Что Допустим В моей Команде Мы Свагер Еще Не Постали Потому Что Мы Очень Торопимся В Разработке И Ставить Свагер Это Еще Где-то Два Дня Для Бэкен Чиков Наш Вп Который Нас Ведет Он Не Хочет Тратить Сво Время Я Его Свагером И У Нас Этого Нет Поэтому Вручную Все Тестируют При помощи Постмана Давайте Я Покажу Как Тем Более В Скайпе Попросили Я Покажу Как Все Делать При помощи Постмана Давайте Значит Модель У нас В принципе Одинаковая Первая Я Кажется Эту Собаку Удалил Поэтому Сейчас Я Ожидаю Что Довернется Мне 404 Когда Я Делаю Запрос Типа Get На Вот Эту Собаку Давайте Все В принципе Видите Пришел Ответ 404 Собака Не Найдена И Мне Пришел Какой-то Бади Pet Not Found Это Expected Result То есть Когда Собаки Нету Я Пытаюсь Получить Несуществующую Собаку Я Получил Естественно Ответ То есть Test Passive Дальше Давайте А Запрос Типа Так 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 Ребят Давайте Я Сделаю Технический Перерыв На Одну Минуту Кто Надо Кому Выпить Воды Я Сейчас Себе Воды Налью И У нас Здесь Небольшое Это И Я Продолжу Хорошо Хорошо Меня Слышно Ребят Проверка Микрофона Кто Тодатель Я Вижу Что Слышит Хорошо Давайте Продолжаем Наш Разговор Значит Первое Что Мы Будем Делать Мы Будем Создавать Объект Потом Через Посму Так Как У Нас Нет Доступа К Бази Данных Мы Будем Создавать Смотрите Я Во-первых Хочу Отсюда Скопировать Модель Или Вот Этот Бази Бази Ребят Вы Должны Усвоить Как Чтобы Все Понять Разговор Между Фронт Эндом И Бэк Эндом Идет Через Колы К Энд Поинтам Каждый Кол Имеет Метод И Непосредственно Эндпоинт Которым Он Обращается Мы Вначале Идет Реквест Запрос К нему Назад Возвращается Респонс Ответ Респонс Может быть Простым Словом Окей Респонс Может Содержать Баде Реквест Может Быть Просто Без Баде И Реквест Может Быть С Баде С Телом Давайте Мы Сейчас Сделаем Первый Кол И Он Называется Пост Я Хочу Вам Показать Ситуацию Когда У Вас Нет Свагера Смотрите Я Делаю Пейст И Делаю Собаку Вот Так Я Надеюсь Я Не Вышел За Пределы Ин 64 Три Пятерки Три Восьмерки Три Нуля А Собаке Я Дам Имя Хэппи Хэппи Док Чливая Собака Категория Ну давайте Категория 555 И Снупс Собаку Ищите Теги Тег Допустим Номер ID2 Докс Потому что У нас Пэтсорс Это Док Статус Пусть будет Авеликл То есть Я Создал Какой-то Легитный Пейлот Легитный То есть Без ошибок Без ничего Он Соответствует Модели То есть Все данные Но Вы работаете Когда в команде Бэкэнчики Дают вам Модели Они дают Их Не только Вам Они дают Их Фронтэнчикам Потому что На самом деле Даже не так Фронтэнчики Говорят Мне Нужен Вот такой Ответ И От него Бэкэнчик Рисует Этот ответ На самом деле То что Хранится В базе Данных И то что База данных Отправляет На фронтэнт Эти вещи Могут Различаться Допустим Там может быть Какая-то Служебная Информация Которая Не должна Подсвечиваться Допустим Если вы Помните Пример С Юдемии Там Может быть В курсах Содержаться Какая-то Такая Информация Как Самая Низкая Возможная Цена Средняя Цена Высокая Но Это содержится В базе Данных Но она Не передается На фронтэнт И мы ее Не видим Окей Я создаю Пейлот Этот пейлот Он должен быть Документацией Потому что Фронтэнд Ожидает Точно Такой Такой же Баби Чтобы Его Вставить В свои Компоненты На фронтэнде То есть Я Вы спрашиваете Это вполне Хорошие Вопросы Это вполне Правильные Вопросы Если что-то Непонятно Всегда Спрашивайте Здесь Ничего Зазорного Нету Спросить То есть Пишите Пишите Я делаю Сейчас запрос Типа Пост То есть Я ожидаю Что собака Будет создана Го Что-то Мне вернулось 415 Ура Наконец-то Я получил Unsupported Media Type Почему Unsupported Media Type Я сейчас Вам Скажу Я посылаю Сюда Джейсон А здесь Я указал Текст Естественно Это Unsupported Type Потому что Мы должны Здесь Указать Джейсон И теперь Мой Мой Боди Мой Боди Моего Реквеста Подсветилось Красивыми Красками Вот Мы получили Кстати Ошибку 415 Который Ожидал Откуда Получил Окей Сент Опаньки Смотрите Что я Получил Вот Это Мой Реквест Боди А здесь Мой Респонс Боди Здесь Пришел Статус 200 Это Значит Без Ошибок У меня Есть Какие-то Хедеры В Респонсе У меня Есть Какие-то Хедеры В Реквесте Если Вы Тестируете Вы Это Можете Посмотреть Если Вам До Этого Фиолетов Мне Тем Более А Нас Интересует Боди Боди Я Здесь Не Могу Я Вот Это Просто Засуну В Память Запросы Типа Гет Не Имеют Тело Обычно Я Делаю Гет И Айди Собаки Три Пятерки Три Восьмерки Три Нуля Я Делаю Гет К этой Собаке Вот Я Получил Эту Собаку Назад Happy Dog Это И Здесь Я Могу Предположить У меня В Предыдущей Работе У меня Не Было Доступ К Базе Данных Я Тестировал Таким Образом Потому Что База Данных У нас Супер Купер Они Как То Не Расшарились Поэтому Мы Здесь Имеем Вот Такой Как Б Этот Но Мой Ответ Который Я Получил Он Экспект Первое Я проверяю Что Статус Код Без ошибки Ну Это Когда Вы На Java В Ресташуре Делаете Тесты Он Делает Вот 200 Там Все Это Можно Вставить Я Говорю Про Автоматические Тесты Я Извиняюсь Про Мануальные Вы Это Глазами Смотрите Чем Postman Хорош Postman Может Вот Этот Реквест Вы Можете Сохранить Положить В память И Когда Вам Надо Реюзать Это Будет Очень Быстро То есть Вы В своем Postman Создаете Коллекции Правильно Все Как Оформляете И Просто Когда Вам Надо Тестировать Впи Вы Быстро Чик 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 По Всему Прошлись И Все Быстро Это Так Теперь Давайте Следующий Запрос Который Я хочу Дать Это Пут Я Меня Endpoint У Меня На Сам Деле Пут Endpoint Вот Такой Я здесь Не свечу Какую собаку Гуррель Я хочу Но в Баде Сообщение Я Говорю Что Я хочу Вот Эту Собаку Исправить И Я понял Что Она Не Снук Дог Она Породы Шепарда Чарка Может Я Иду Я Исминяюсь Мне Надо Баде Баде Я Делаю Ро Вставляю Баде Это Потому Что Вот Это Баде Это Баде Респонс Нет Я Не могу Редактировать Я Понял Что Снук Дог Он У нас Не Ищейка Он Овчар Давайте Я Поставлю Что Он Шепард Шепард Овчар Наверное Ну Не важно А Остальное Я Ничего Не Меняю И Категория У Овчар Она Не 5 5 А 4 4 1 А Вот Это Я То есть У меня Все Нормально Все Лечит На Здесь 6 Написан Я Посылаю Мне Пришел Ответ 200 200 Значит Что Я Получил Правильный Респонс Как Я Могу Проверить Я Говорю У Доступа Нет Но Я Могу Сделать Запрос По Гет К Собаке 555 888 300 И Проверить То есть Я Ожидаю Что Сейчас У Меня При Гете Вернется Вместо Сну Шепард Придет Я Делаю Запрос И Мне В Ответе Я Вообще Неправильно Сделал Гете Не Может Быть Бади Я Убираю Я Делаю Запрос Не Вернулся Но На самом Деле Свагер Тупо Проигнорировал То Апликейшн Где я Работал Он Не Проигнорировал Он Мне Говорит Да Под Номером 555 888 800 Это Шепард Теперь А не Сну То есть В Принципе Я Получил Ожидаемый Респонс Тест Пройден Теперь Я Хочу Удалить Собаку Я Говорю Делет И Я Сохраняю Кажется Вот этот URL Я Оставляю И Говорю Сент Смотрите Я Сдел Все Правильно И Получил 200 Это Значит Что Эта Собака Удалена Давайте Проверим Я Делаю Запрос Типа Get К Этой Собаке Сент Я Получил Ожидаемый Респонс Собака 555 888 000 В базе Данных Не Найдено То есть Тест Выполнен Правильно Если бы У меня Сейчас Был Доступ Базе Данных Я Пошел Базу Данных Проверил А правильно Ли мой Колл Типа Делит Сработал Удалилась Собака Или нет То есть В принципе Я вам Сейчас Показал Как Вы Тестируете Своё Приложение Postman Я вам Показал Все Четыре Все Четыре Метода Как Они Работают Create Я Создал Объект Я Получил Информацию Я Исправил Объект Я Удалил Объект То есть Это В принципе Как Это Работает В Postman То есть Как Вы Тестируете Web API Postman На самом Деле Это Не Трудно На самом Деле Postman Очень Хороший Очень Понятный Очень Такой От души Инструмент Поэтому Прошу Любите Жалову На самом Деле Смотрите Когда Я Работаю Лично Так Как Я Делаю Автоматические Тесты Я Первый Раз Делаю Call В Postman И Так Как Мои Бэкенчики Иногда Творят Чудеса Я Допустим При создании Объекта Я ожидаю Что они Вернут Этот Объект Потому Что Это Как Бы Вот Здесь Когда Мы Создаем Собаку Он Возвращает Тело Что Собака Сознана Они Иногда Этого Не Делают Зачем Это То Я Должен Вначале Понять Postman Какой Респонс Я Получаю После Этого Я Когда Пишу Свой Автоматический Тест Я Проверяю А Соответствует Ли Мой Экспектед И Экшел Резалты Если Они Ничего Не Возвращают Я Проверяю Только Вот Эту Допустим Статус Код Этого Мне Оказывается Достаточно Но На самом Деле Так как Я работаю Против Базы Данных Я Особо На эти Статус Коды Не Смотрю Если Я работал Только Против ВП API Я Больше Уделял Статус Кодам Но Так как Я Работаю Против Базы Данных Для Меня Более Интересно Получить Резалт На этой Базе Данных И Создан Ли Объект Изменен Ли Объект Удален Ли Объект Или Возвращен Ли Объект Из Базы Данных Правильно Я Сравниваю С Базы Данных Есть Тестирование Такое Понятие Single Responsibility Сейчас Вам Объясню Чуть Чуть Еще Но Это Как бы Основное Понятие Это Должно Быть Здесь Когда Я Тестирую Пост Да Допустим Я Должен Я Должен Здесь Когда Я Тестирую Пост Я Должен Тестировать Только Пост Но Если Я Пощу Через Пост А Получаю Результат Через Гет Я Тестирую Получается Два Если Что-то Сломалось Я Не Могу Вам Уверенно Сказать Сломался Ли Пост Или Сломался Ли Гет Или Сломался Ли Делит Нарушается Правило Single Responsibility Вы Вот Это Должны Понимать Теперь Давайте Теперь Давайте Я Вам Чуть Расскажу О Автоматическом Тестировании Веп API И Что Тестируется Вот Вопрос Адал Владимир На самом Деле Тестируется Все Потому Что Это Вам Не Фронт Энд Тестирование Допустим Во Фронт Энде Да На самом Деле Давайте Я Открою Что Нибудь На Фронт Энде Допустим Давайте Сейлс Вот Этот Авиасейлс На самом Деле Когда Вы Тестируете Сайт Под Авиасейлс Вот Эти Фронт Энд Компоненты Да Которые Здесь Они Тестируются Как Б Один Раз На Сам Деле Я Вам Скажу Что Фронт Энд Когда Он Чинится Он Очень Редко Повторно Ломается То есть Есть Такое Понятие Смок Тестинг Так Вот Фронт Он Такой Настолько Изолированный Что Первый Раз Когда Ты Мануально Его Тестируешь И Когда Ты Нашел Баги И Когда Фронт Эн Их Исправили И Дали Тебе На Ретестинг И Ты Когда Проверил Очень Редко Они Ломаются Второй Раз Ну Потому Что Компоненты Они Как бы Изолированы Друг Друг И Они Не Зависят Друг От Друга Основная Задача Нашего Тестирования Тестируете Ли Вы Через Селениум Или Тестируете Вы Автоматические ВП АПи Вы В обоих Случаях Тестируете ВП АПи То То Когда Вы Делаете Населением И Вставляете Сюда Что То Оставляете Сюда Что То Выбираете Здесь Какую То Дату Выбираете Здесь Другую Дату Населением И Нажимаете Клик И Вот Здесь Вы Что То Должны Получить Через 20 42 Секунды Допустим Да На Самом Деле Ребят Запомните Вы Тестируете Бэк Энд А не Фронт Энд Вы Тестируете ВП АПи Так У Меня Вы Тестируете Функционал Который Фронт Энд Он Просто Отображает На Экране Но Данные Фронт Энд Сам Не Генерирует Он Получает Данные С Бэк Энда И Вы На Самом Деле Когда Делаете Тесты Допустим На Том же С Лениум Вы Тестируете ВП АПи Вы Тестируете Бэк Энд Но Посредством Проложки Подложки В виде Фронт Энда Я Вам Скажу Преимущества Автоматического Тестирования ВП АПи По Сравнению С С Если С С С С Идет Где-то Представляете Браузер Грузится 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 И С С С С С С С Самый Быстрый Идет Минут Минут Три Допустим Или Две Или Одну Вам Надо Открыть Дождаться Открыть Дождаться Открыть Дождаться Это С ВП АПи Тест Когда Я Беру Генерирую Пэллот Отправляю То есть Если Селеним Тест Идет Две Минут А Там 100 Тестов Запустить Три Часа Уйдет Да Допустим То Мой Тест Средним Идет Две Секунды Это Скорость Ответа ВП А 100 Тестов Две Минут Займут Да Вы Понимаете Что Разница А Проверяю Одно И Тоже Плюс Большой Минус Селеним Тестов Они Дают Ложные Ошибки То есть Так Как Вы Работаете Через Frontend А Frontend На Джаваскрипте И Это Непонятная Вещь Которая Может Глюкнуть Браузер Это 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 Она Может Давать Ложно Фейл Резал То есть Функционал Работает Но Из-за Того Что У Нас Есть Прослойка В виде Frontend Мы Получаем Во-первых Больше Затрат По Времени Во-вторых Больше Затрат По Ошибкам То есть Он Дает Когда Вы Запускаете Допустим 500 Тестов Населением И У Вас 20 Процентов Упадет Они Не Прошли Потому Что Это Свойство Селеним Тестов Это Нормально Когда 20 Процентов Падает То есть Здесь Когда Вы Тестируете Вппи Вы Получаете 100 Процентов Результат То есть Вы Исключили Прослойку В виде Frontend На мой Взгляд На мой Взгляд Вот Я Сколько В индустрии Да На мой Взгляд Я Че Сейчас Вижу Frontend Компоненты Frontend Правильно Тестировать Мануально Бэкэнд Автоматизировать Когда Вот Еще раз F12 Это Ваш Самый Основной Тул Мануального Тестировщика Вот Здесь Вы Смотрите Ошибки В Бэкэнда Вот Здесь В папке Консоль Давайте Я вам Чуть Время У нас Есть Я Расскажу О Chrome Developer Tool Когда Вы Заходите В Консоль Вы Видите Ошибки Frontend Видите У меня Что-то Там Просвещало Но Сейчас Вот У меня Идет Загрузка Загрузка Давайте Подождем Мы Сейчас Посмотрим Чего У нас Падает На Консоли Сейчас Консоли Сейчас Вам Покажут Ну У нас Есть Давайте Я Другую Возьму Как Он Писать Не Важно BBC Rush Не Важно То Есть Здесь Здесь А Допустим Давайте Для начала В network Я сделаю All Если у меня Что-то Не загрузилось А вот Здесь А красным Покажут Ошибки Что Какой-то Рисунок Не появился Ну BBC Он Хорошо Такой Отложен Сайт Давайте Какой-нибудь Такой Какой-то Который Ломается Давайте Какой-нибудь Я сейчас Вам Скажу Давайте Хотел Скум Я Не знаю Хотел Скум Допустим Смотрите У нас Что-то Уже Упало Вот Он Отрывается Вот Здесь Уж Быстро Пробежала Фейлер Какой-то Скрипт Здесь Упал Вот Она Видите это скрип я даже я вам даже не скажу про чё это я даже не знаю про чё это она я вижу что вот это дело она упала она скорее всего ошибка у него какая-то 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 файлик скрипт упал здесь а консоль если я зайду посмотрите внимательно ошибки java script а вы будете видеть консоли вот здесь у меня все красным ну здесь ошибки курса я вам говорил курса курс этот товарищ который запрещает открывать напрямую ваш vp api не с фронт-энда это такая такая новомодная штука он запрещает у нас здесь есть другие ошибки фронт-энда и в принципе вот эти ошибки можно смело файлить что здесь но это корс сломался это а это дворцы должны чинить что здесь ошибки косы идут у нас тоже до сих пор тоже ошибки коса но я вам скажу вот здесь по этому что у нас бэкэнд работал хорошо ничего красного нету как на авиасейл вспомнить на 400 вышло и кстати интересный ответ 204 обычно мы 200 видим 204 это но контент то есть но он здесь ответил только 204 204 это уже сказал все нормально естественно никто никогда не пусть не кассирует против это я ответ на вопрос ребят никто никогда не тестирует против продакшена никто никогда не тестирует просит продакшен датабет вообще за это дают по рукам во-первых там и может быть чувствительная информация во вторых я создаю объекты удаляю объекты если это буду делать продакшен я могу чего-то это я сам туда не полезу потому что если что-то упадет это неправильно никогда не тестирует против продакшена всегда тестирует у вас будет своя свой инстант своей дб которые работают ваши девелоперы мои скрипты бегают против то есть у нас есть девелоперская ветка девелоперская база данных девелоперский environment и я работаю только против девелопера вообще продакшен руки прочь от продакшена большинстве компании не девелоперы никто не имеют доступ продакшен датабэзи имеют там допустим если это у нас было инженерное инженеры имели девелоперам даже и не интересные они не хотят и это им не нужно и они сами туда не полезут так ребят вот давайте я сейчас по хром девелоперу тулсу это очень мощный инструмент вы пишите пока вопросы есть я буду отвечать смотрите здесь я это для фронтенчиков то есть фронтенчики могут здесь а здесь могут менять допустим какие-то стиле css и видите я вот меняя слева у меня все двигается потому что здесь меняю стиле вы заметили фонд поменял то есть ты можешь убрать сделать стандартный фонд или их не то есть элемент это элемент для фронтенчика и они здесь и могут свое делать дела консоль я вам сказал а в консоли будут вылазить ошибки джаваскрипта то есть если консоль красная у меня бывает когда фронтенчики что-то там намутят с джаваскриптом консоль вылазит красной так что еще у нас дальше сорсы я не работаю с этим я даже не знаю про что это network я вам рассказал когда вы включите all вы видите все что загружается и допустим если несколько картинок от не загрузилась что здесь а кстати это backend ошибка она должна вот здесь отсветится она здесь не отсветилась почему-то ну ладно почему она не отсветилась потому что она не с нашего она с какого-то постороннего сайта а у них сервер сломался и выдал ошибку 503 то есть это ошибка на стороне сервера это не наше при 5 поэтому мы его там не видимо куда-то в другое место отсылает но здесь а вы можете посмотреть вы можете видеть тоже здесь отслеживать ошибки фронтенда и бэкэнда так дальше performance я с ним не работаю поэтому вы здесь можете сужать каналы они сейчас вот chrome постоянно это меняет то есть вы можете уменьшать скорость у этого ца это все здесь потом memory а тоже не скажу вам про чем здесь это storage вы иногда можете здесь менять некоторые данные то есть здесь хранятся пароли иногда кэшируются здесь надо чистить security аудит вы можете здесь менять как приложение будет выглядеть на мобильном устройстве вот так вот так вот так конечно собрал вот так на телефоне вы можете здесь эмулировать это не в аудите в аудит это чуть другое то есть вы можете здесь мобильного устройства как вы пальцем шмете то есть это это ну знаете некоторые компании не дают доступ это во первых иногда у тестировщика недостаточно квалификации чтоб лазить базу данных я не буду в автоматическом вручном я я не знаю просто иногда так бывает просто говорю иногда так бывает что не дают но вообще правильно тестировать против базы данных я не знаю это от компании зависит просто есть как есть то есть а в принципе еще раз я здесь повторюсь хром девелопер ту очень мощный инструмент и вы здесь для тестировщика я считаю некоторые вещи надо знать очень внимательно и понимать это вам поможет вашей работе то есть иногда вот здесь на фронт-энде вы не увидите ошибку но если вы откроете здесь вы увидите давайте зайдем еще на сайт привага допустим привага ком пошло 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 вот здесь сейчас где-то чё-то вылезет красно не вышло это красиво это хорошо консоль консоль особо желтая но не красная здесь вот они ошибки описаны в принципе все хорошо давайте еще какой-нибудь цепи а вот этот инструмент очень полезный джонсон онлайн-эдитер на сейчас вот смотрю хром достаточно тоже вставил developer tools инструменты для пациента коды чтобы его более удобоварима виде видеть поэтому в принципе ну хрома не развивается поэтому как бы это вопрос есть пишите еще ребят пишите так что же еще что же еще что же еще вам дать я думаю лекция была хорошая здесь смотрите еще чуть-чуть здесь вы можете на самом деле очень большой когда вы будете работать я вам это не сказал но очень большой это я вам сказал что открытых эндпоинтов открытых в api в интернете нет обычно вот допустим свагере очень удобно вы можете здесь ввести пароль и как бы все эндпоинты откроются но когда вы будете делать это постами это чуть-чуть геморройно потому что в зависимости от того какой вид авторизации вы используете видите он будет у вас соответственно авторизации ты допустим мы работаем моей компании кажется оаев а мы работаем через и w7 это такой ну он запоминает пароль только на 15 минут до часа если я включился там попозже надо самого заново вводить пароль но в принципе когда вы тестируете это в компании тут разные виды авторизации есть где-то попроще вы один раз юзеренейм пароль ведете этого достаточно да где-то потруднее но на самом деле это здесь вам поможет backend разработчик вы с ним сядете один раз он вам объяснит как это делать авторизацию на эндпоинтах дальше вам все уже будет ясно здесь ничего такого сложного нету но так как я вам объяснил все эндпоинты обычно секьюрные за авторизацией вам здесь придется вот с этой папкой авторизации работать еще вопросов спрашивайте спрашивайте ну по vp и 5 тестирование давайте я действительно расскажу вы должны просто понимать то что я вам сейчас рассказал вы должны это все понять если вы это все поняли я думаю ну естественно вам надо пальчиками все это пожать я думаю вы все это можете объяснить то есть вы должны знать методы вы должны понимать по request response вы должны понимать хедеры вы должны респонс коды понимать а вы должны всю схему как я объяснил тестирование против датабэйса или тестирование чипсом пункта вы должны понимать если вы это понимаете в принципе пройти интервью легко то есть вы уже смело можете у себя писать там постман мануал в 5 тестинки бла 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 если вы понимаете механизм вы понимаете как это работает вы сможете это объяснить а то есть пробуйте свагер пробуйте постман пишите это себе добавляйте в принципе это несложно автоматическое тестирование это уже чуть-чуть допустим другое это уже ближе к программированию то есть на самом деле они похожи между собой а все виды тестов selenium тесты или юнит тесты даже или integration тесты схема одинаковая три парта а первое это arrange 2 это act 3 assert в юнит тестах в selenium тестах в integration тестах vp5 тестирование это называется интеграционное тестирование кстати потому что вы делаете запросы в припеве это типа интеграция между фронт-эндом и бэк-эндом вы симулируете фронт-энд а он состоит из всех тех же частей и в принципе подчиняется тем же правилам просто допустим траве вы используете реста шурит библиотеку в шарпе вы используете она называется рест шарпер рэс шарп очень сильно очень хорошая библиотека поэтому в принципе еще раз я вам скажу по моему личному мнению тестирование в api много 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 эффективнее чем это вам никакого курса не надо ребят я вот то что вам сейчас показал ни один курс больше вам ничего не даст вы откройте это видео которое сейчас посмотреть и все здесь нету я вам открыл все секреты все мануальное тестирование я вам в эти два часа тащил здесь больше ничего вам никто не даст я вам дал как оно работает единственная кастомные вещи это будет авторизация но это зависит от вашей конторы здесь больше ничего нету все что есть все здесь она ладони сверх этого нету если это это автоматическое тестирование но ручное тестирование вот не больше не меньше здесь все есть поэтому курсов не надо но это я не знаю это это все с опытом с опытом с понимания за работой команды с требованием персонально как ты развиваешься как ты двигаешься все конечно начинают с ручного а потом дальше все как бы растут оттуда во но потом а человека зависит как дальше ты идешь как дальше ты хочешь как дальше допустим тоже не хочу сидеть допустим в автоматическом тестировании моя следующая цель это бэк-энд я сейчас учу как работать как это то есть в принципе ты когда движешься ты движешься всегда поступательно потому что для меня допустим лично я то что я хотел понять вот бэк-эпи автоматического тестирования все умеет делать все что здесь касается селениум тестирование мне не интересно потому что я его считаю извиняюсь за выражение это это неправильно это долго это не эффективно поэтому как есть это положа руку на сердце мне селениум тестирования абсолютно не интересно и я не знаю она очень наглядно она очень красиво но она по сравнению с тестированием в пи пи а я она не эффективна вообще то есть тестировать в пи пи через прослойку фронт-энда это на по моему личному мнению но есть такое требование то есть требования от работодателей такое есть но на самом деле когда вы делаете селениум тесты вы делаете тестирование в пи пи через прослойку фронт-энда это медленно это много ошибок и почему не тестировать автоматически напрямую при помощи любых htp библиотек это много эффективней так давайте ребят я запись остановлю но вебинар как бы продолжается это а все и и и и